В американской терминологии... Приезд в Алматы российского общественного деятеля Модеста Колерова наделал много политического шума. Личность он неоднозначная. Многие президента издательского дома «Регнум» открыто называют российским империалистом и шовинистом. Сам он реагирует на эти выпады с легкой улыбкой. О каком дьяволу русскому империализму говорим мы абсолютно беззащитные перед китайской контрабандой? Таможенный союз слабый, маленький, дохленький. Он может быть окончательно состоится только в 2015 году, когда от него потребует превратиться в Евразийский экономический союз. Московский гость сегодня категорически против того, чтобы к Таможенному союзу пристегнулась Киргизия. Это вопрос национальной безопасности как для Казахстана, так и для России. Почему я так критически настроен против бюрократически бессмысленного присоединения Киргизии к Таможенному союзу? Потому что это проходной двор напрямую через территорию Даджикистана с севера Афганистана. Все это знают. Лекцию Модеста Колерова прерывают казахские национал-патриоты. Молодые люди заявляют, лектор – враг политического суверенитета казахов. Если у меня не будет права возражать ему, ставить вопросы… Еще за несколько дней до приезда Модеста Колерова общественный деятель Мухтар Тайжан вызвал его на дуэль. Приглашая носителей имперской идеологии, предоставляя им аудиторию, мы никогда деколонизацию не произведем. Но если ты демократ, ты не боишься, ты вправ, ты уверен в своей правоте, почему не выходишь на открытый дебат? Мухтар высказался в фейсбуке, что он готов. Организаторы лекции Модеста Колерова и сами готовы в любой момент подискутировать с Мухтаром Тайжаном и его единомышленниками. Людям, которые такие вещи проговаривают, повторяю, нужно бы почитать книжки. Потому что Модест Алексеевич, скажем так, не сторонник, но и не противник Евразийского союза. Он скорее сторонник вступления в таможенный союз Казахстана, но на более медленной и только на экономической основе. Нас разводят, разводят и как мамную кашу на воде, так и бизнесмены. Выступление Колерова длилось около часа. В конце он выдал свой жесткий прогноз относительно будущего республики. Националисты будут у власти. У националистов нет, Ярослав, никакого встречного сопротивления с русской стороны. И не будет. Все, вопрос решен. У националистов, у нацпатов есть другая проблема. Кто их внешний союзник? Китай? Смешно. У них нет союзников. И это значит, что на следующий же день, тем же вечером, когда они придут к власти, они придут к власти и латинизацию проведут, на следующий же день они начнут резать, в кавычках, а может и без кавычек, друг друга. Они будут определять, кто шала, а кто хороший. За подобные высказывания господина Колерова давно признали персоной нон-грата в странах Прибалтики и Грузии. В Казахстане пока обошлось акцией протеста национал-патриотов. Евгения Сазонова, Константин Федяев и Дмитрий Курабаев. В Алматы, Казахстан.